Незаконный вывод средств и активов из компании Кумтор. Правоохранительные органы начали расследование по данному уголовному делу. После обыска в компании два вице-президента покинули Кыргызстан. Чем объяснить такую срочность, выяснял Аджибек Капробекова. Конец прошлой недели запомнился громким скандалом вокруг Кумтора. Сначала в головном офисе прошли обыски в рамках расследования уголовного дела по фактам финансовых нарушений, связанных в первую очередь с незаконным выводом средств и активов компании. Позже стало известно, что два вице-президента компании Кумтор Голд Компани, Марк Бёртон по финансам и Лесли Лоу по снабжению, покинули Кыргызстан сразу же после обыска. Как сообщили в Генпрокуратуре, ГКНБ, МВД и ГСБ намерены провести необходимые следственные действия с их участием. В случае их неявки для проведения следственных мероприятий в отношении них будут приняты соответствующие меры согласно законодательству Кыргызстана. Эксперты говорят, что вопрос вокруг Кумтора из экономической плоскости перешел в политическую, и этот процесс уже не обратим. Уже 23 года этот проект работает и действует, но наша страна, положенную прибыль, которую мы ожидали от Кумтора, мы не получали и не получаем. Может быть мы 10-12% получили, все остальное пошло на прибыль как к Кумтору. И сегодня даже мы не можем принять решение 50 на 50. Если бы мы даже такое решение приняли бы, то мы ежегодно бы на 60-70 миллионов долларов больше получали бы, чем сегодня мы получаем по акциям. Впрочем, споров по работе Кумтора за последние годы было немало. А это еще раз подтверждает то, что на месторождении не все гладко. Они закрылись, и все, что там внутри творится, общество не знает. Но поскольку все-таки это месторождение находится у нас, работа у нас, и из вот четырех месторождений, которые входят в состав Центра и ГОК, работает только наше месторождение Кумтор, а те законсервированные или будут только где-то в будущем работать, мы должны знать, что мы, может быть, за счет Кумтора кормим, как говорится, остальных членов акционерного общества. Я, самое главное, хочу сказать, что эту точку по Кумтору надо ставить. Закрытость компании, нежелание доставлять достоверную информацию о доходах и акциях и стала причиной очередного скандала, уверены эксперты. Около 10% акций этой компании будет обращаться на кыргызской фондовой бирже, на кыргызском рынке. Однако это не произошло, нарушение международного соглашения. Это говорит о том, что эта компания никогда у них не была намерена раскрывать информацию, раскрывать объективную финансовую информацию населению Кыргызстана, инвесторам Кыргызстана. Потому что это, видимо, им было невыгодно. Впрочем, Кумтор в финансовых махинациях замешан не в первый раз. 28 мая 2014 года силовики задержали председателя правления Кыргызалтын Дильгера Джапарова. По итогам расследования Первомайский суд назначил ему три года лишения свободы. Его обвинили в переводе из Кумтора в Центеру Голд Инк 200 миллионов долларов в качестве дивидендов без разрешения на то кыргызского правительства. Между тем, Национальное агентство по ценным бумагам Канады в результате обращения акционеров уже начал служебное расследование в отношении менеджмента Центера Голд и приостановил торги акциями в Торонто. По словам экспертов, для регулятора это весьма тревожный сигнал.